Итак, здравствуйте, друзья. Мы на канале Школа Видеоблогеров. И сегодня я реально покажу рабочий процесс, как правильно заливать, обрабатывать, называть и делать видеоролик. Покажу это на примере своего одного из своих каналов, как я заливаю, допустим, ролик про аудит сайта интернет магазина. То есть мы прямо разберем пошагово, как правильно сделать, залить ролик, какие действия необходимо сделать, как добавлять, что и самое главное, почему. Буквально обо всем подробно, пошагово. Давайте разберем это через пару секунд. Итак, вы на канале Школа Видеоблогеров. Мы сегодня делаем такой чек-лист либо мастер-класс о том, как правильно заливать ролик, что необходимо делать и в какой последовательности, а самое главное зачем. Я не присутствую в правой нижней части экрана, вот здесь вот, чтобы вас не отвлекать и чтобы все было понятно и все было ровненько. Итак, мы переходим на канал Бутик идей, это один из наших каналов, где я делаю разборы, аудиты, даю советы владельцам сайтов, как правильно делать, да, то есть чтобы как продвигать, как развивать. Итак, мы залили ролик. После того, как ролик у нас залит, видите, у нас исходный файл называется аудит сайта интернет магазина, вот он так называется и сразу сюда попадает. Потом мы поставили его размещать по расписанию, тоже очень важно, то есть мы сразу, то есть сначала мы заливаем ролик сюда, второе, мы ставим размещаем по расписанию, то есть мы можем поставить открытый доступ, доступ по ссылке ограниченный и ставим по расписанию, то есть я хочу, чтобы этот ролик семнадцатого августа восемнадцатого года, девять часов утра, ну или девять, пятнадцать, девять, как, допустим, девять утра я буду там собираться по делам и я хочу, чтобы этот ролик разместился. Соответственно, я здесь в этом случае ставлю дату, я могу ставить любую дату, в данном случае поставил такую. Выбираю, дальше поехали. Я могу сюда поставить какой-то, опять же, я выбираю плейлисты, которые я бы хотел видеть на, где этот ролик отображается. То есть, смотрите, я работаю с этой частью, эта часть по умолчанию, это официальная часть ютуба. Правильно, да? Потом мы, допустим, можем поставить свой значок, да? Какой-то, то есть, нажимая сюда, мы можем создать значок видео, да? Либо добавить свой значок. Вот вы, мы, вот мы выбрали здесь, соответственно, картинку. Обратите внимание, важно, чтобы размер файла вашей картинки, значка видео был не больше двух мегабайт. В данном случае, он полтора мегабайта ПНГ. Мы его открываем здесь, заливается он, вставите, он добавляется сюда. И вот уже у нас этот чудесный значок, который мы раньше подготовили для этого ролика. Видите, анализ сайта интернет-магазина есть, да? Добавляем его сюда и переходим дальше. Казалось бы, что нам делать дальше? Многие начинают писать заголовки неправильно. Я считаю, что надо начинать с тегов, то есть, по тем тегам, по которым мы должны заходить. Мы хотим, чтобы нас искали и мы заполняем наш любимый видайкью. Видите, ноль, 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 кругом ноль и у нас там, допустим, подсказок нет. Соответственно, переходим в теги. Казалось бы, можно руками, но мы поступим умнее. Мы возьмем, мы хотим, чтобы нас в ютубе находили по слову аудит сайта интернет-магазина. Мы заходим в сам ютуб и вот сюда добавляем это же самое слово. Видите, вот оно. Добавлено здесь, вот мы можем раз, вот так вот, раз и у нас находится. То есть, видим здесь я, опять я и снова я и снова я и снова я. Вот таким простым и незамысловатым способом я начинаю работать по этому ключевому запросу. Видите, да? И причем разные обложечки, разные названия там, да? И вот аудит сайта, анализ сайта, анализ, жестокий разбор. И мы берем какой-нибудь, видите? А вот здесь вот то, что я говорил, получается, да? Под каждым, при помощи вида айкью про, ссылочку на регистрацию этого сервиса замечательно найдете ниже, вот. И по этому запросу аудит интернет-магазина мы находим, вот у нас самые искомые ключевые слова. Видите, аудит сайта, анализ сайта интернет-магазина. Мы можем эти слова взять и скачать. А можем, допустим, взять, перейти к нам, допустим, анализ магазина, анализ интернет и просто взять и скопировать. Видите, вот берем, сюда нажимаем, вот мое видео, которое было два года назад. Мы его копируем, сюда нажимаем, скопировано, переходим на наш замечательный ролик и просто сюда вставляем. Раз, вставилось. Тут есть очень замечательная фишечка, видите? Четыреста восемьдесят восемь символов из пятиста. Я могу добавить брендовый запрос, допустим, бутик идей, бутик идей. Это мой брендовый запрос, пятьсот один. Смотрите, да? Вместо пятиста. Соответственно, я могу что-то удалить. Что я здесь буду удалять? Правильно, SEO-аудит бесплатно. Потому что в данном случае этот аудит не был сделан бесплатно. Поэтому мы вводим пользователей в заблуждение. Или вот, бесплатный аудит сайта убираем и аудит, SEO-аудит бесплатно. Убрали. Потом мы проверяем слова, которые релевантны этому вот аудиту. То есть, что такое аудит? Это, по сути, я пятнадцать минут разбирал магазин, интернет-магазин на ошибки и искал ошибки сайта. Правильно? Соответственно, мы здесь ищем ошибки интернет-магазина. Раз. Потом у нас продвижение интернет-магазина. Это правильно. SEO-продвижение, тоже правильно. Видите? Интернет-магазин. Неправильно. Почему? Потому что это слово нам не релевантно, оно не подходит. Потому что, что такое интернет-магазин? Мы его убираем. Идем дальше. Советы для магазина. Правильно. Создание интернет-магазина. Тоже нормально. Но не совсем. Потому что это не про создание, а это уже про созданный. Убираем. Аудит интернет-магазина. Правильно. Разработка интернет-магазина. Правильно. e-shop. Убираем. e-commerce. Убираем. Продвижение сайта. Выставляем. Аудит сайта. Анализ сайта. Тоже два ключа, которые более-менее мы можем поднять их наверх. Да? Потому что это аудит сайта онлайн. Там, да? Продвижение. Анализ. Аудит-продвижение. Поисковый аудит. Неправильно. Это больше, наверное, так вот. Да? Казалось бы. Вот у нас есть огромное количество всего. Но что делать дальше? Ну, оценочка, видите, уже выше стала. Уже позеленела. Вроде бы хорошо. Но чек-лист еще не заполнен. Правильно? Соответственно, мы идем и нажимаем вот сюда. Ошибки интернет-магазина. Смотрите. Наводим на это. Нажимаем. И нам сам плагин показывает. Видите, он подсчитывает. И сразу мы можем здесь искать себе релевантные слова, которые подходят под ошибки интернет-магазина. Да? И видите, ошибки в юзабилите интернет-магазина. Есть. Есть. Но оно длинное. И поэтому не будет работать в моем случае. Да? Но вот юзабилити интернет-магазина. Нажимаем, и оно добавляется автоматически. Правильно? Потом дальше мы заходим. Смотрим, что делать. Да? Анализ сайта. Поисковые. Ошибки юзабилити своим руками. Продвижение сайта. Не нашли ничего. Нажимаем на это. И смотрим еще. Юзабилити. Продвижение. Ошибки интернет-магазина. Аудит сайта онлайн. Смотрите. У нас там есть уже аудит сайта онлайн. Так вот, если мы опять нажмем аудит сайта онлайн, ничего не поменяется. Плагин знает, что это слово есть. Нашли. Дальше пошли. Допустим, советы для магазина. Тоже правильно. Этот ключ релевантен. Нажимаем. И тоже ищем. Но что я рекомендую сделать? Когда у вас установлен плагин vidIQ Pro, это минимальный функционал платный, вы можете искать у ваших конкурентов ключевые слова, которые вам нравятся. Потому что конкуренты, видите там, допустим, SEO-аудит, смотрите, какие заходят там, да? Продвижение, юзабилити, аудит, юзабилити сайта, SEO-аудит сайта там, да? Вот. Смотрим, смотрим, смотрим там, допустим, продвижение интернет-магазина. То есть мы можем искать какие-то слова, которые здесь у конкурентов, у других роликов, просто просматривать эти ключевые слова там, да? И вставлять в наш сайт, в наш сайт, говорю, в наш ролик. Пардон. Дальше. Мы зашли. Мы набрали 400 почти символов. Теперь пишем заголовок. Смотрите, в заголовке обязательно, вот у меня есть в заголовке должно быть, помните, мы говорили с вами, призыв, да? То есть мы говорим призыв, пишем, смотри, бесплатно. Мы аудит делали платно, а смотреть же люди могут бесплатно, и поэтому смотри бесплатно аудит сайта, да? Интернет-магазина, но смотрите, анализ сайта интернет-магазина пишем, аудит сайта, да? Аудит сайта интернет-магазина и исправляй ошибки на сайте. Написали, оставили. Теперь у нас есть на 90 процентов забиты теги, заняты, правильно? И на 90 процентов, на 80 процентов забиты, допустим, заголовок. Дальше. Мы просто идем, и я уже приготовил описание, ну, чтобы, вот сюда вставляю описание наше и делаю его, при помощи этого же плагина, делаю его красивым, да? То есть как оно происходит. Вот мы нажимаем, и видите, здесь вот иконочки есть. Важно, смотрите, очень важно, бесплатно аудит сайта интернет-магазина, да? Бесплатно аудит сайта. Можем уже вставить сюда, правильно? Поэтому мы пишем вот сюда, раз, потому что смотри, бесплатно, вставляем, вставляем, допиливаем, видите? Бесплатно аудит сайта. А теперь мы здесь разрабатываем, в описании. Смотрите, это очень важно. У нас здесь есть ключевые слова. Здесь вот есть ключевые слова, да? Сегодня мы сделали аудит сайта интернет-магазина, есть? Мы внедрили, интегрировали сюда ключевое слово. И дали десять советов или десять рекомендаций о том, что необходимо исправить на сайте интернет-магазина, правильно? Как улучшить сайт интернет-магазина? Пишем ключ, улучшить сайт. А можем взять вот так вот, как улучшить сайт, правильно? Копировать и вставить в теги сразу, чик. Смотрите, ребят, это вот не показывают профи, да? Потому что они считают, что это интеллектуальная собственность. Мы можем сделать даже вот так вот, раз, как улучшить сайт, как сделать, какие действия необходимо предпринять, чтобы сделать продающий сайт. Вот вам еще ключ. Сделать продающий сайт. Понимаете? То есть, я не сразу заполняю. Ваши ключи должны быть релевантны и правильны под ваши запросы, под ваш ролик, да? Дальше поехали. Советы для продвижения сайта. Еще один ключ. Правильно? Правильно. Вот раз. Ставили. Поставили. Теперь, видите, у нас 497. Я это делаю в онлайн. Это не готово, ничего. Дальше поехали. Советы. Да? Смотри, советы выглядят следующим образом. Потом берем сюда, нажимаем сюда и просто берем первую. Ставим единичку. Правильно? Потом сюда нажимаем, ставим, двоечку. Потом сюда нажимаем, ставим троечку. Чуть выше поднимаемся, ставим четверочку. Еще выше поднимаемся. Ну, просто, да? Мы его немножко приводим, причесываем, делаем его в порядок. Потом шестерочку. И обратите внимание, у нас сейчас буквально там тринадцать минут времени прошло. Я уже, рассказывая вам, заполнил, сделал более-менее ролик, приготовил к продвижению. Это важно. Это очень важно, потому что вот из этого продвижения все происходит. Вот. То есть мы дали советы. Правильно? Вот. Разместите, проработайте, увеличьте скорость шестой, седьмой. Да? Вот. И делайте. Опять же должны быть призывы. Смотрите, должны. Вы в роликах везде, в описании должны использовать призывы. Ключевые слова и призывы. Да? Теперь вот у нас уже есть. Да? Мы можем это все. Смотри бесплатно. Аудит сайта, интернет-магазина. Исправляй ошибки на сайте. А дальше мы можем сюда поставить точка, допустим, и запятая. Да? И пишем советы для продвижения. Все. Девяносто девять. Видите? Из ста. То есть, это нам плагин показывает, что девяносто девять из ста. Соответственно, здесь в этом формате мы можем это причесать и сделать более ровненько. Важно. Вот в этих вот деталях, в этих мелочах, дамы и господа, и есть, и кроется. Дьявол, кажется, кроется в деталях. Так вот и вы видите, красивенько сделали, все красивенько поставили. Можно, конечно, раньше так вот, допустим, убрать там этот вопрос, поставить, сделать такой жирненький вопросик, красненький. Да? Там, то есть, оформить это все. Ну, опять же, дело вкуса, дело времени. Да? Вот мы сделали. Теперь, заключительный. Проверяем. У нас все есть. Дальше мы можем поставить, допустим, конечная заставка аннотаций. Это потом будет, когда подсказки, субтитры. Это все можно поставить. Но вот с большего, вы уже видите, у нас получается сорок три по оценке SEO от VidaIQ. То есть, мы ролик прокачали по SEO. Дальше вам предстоит уже подсказку поставить, конечную заставку поставить. Монетизации у меня нету. Сделать публичным, то есть, поделиться в Twitter, поделиться на Facebook. Важно. Вот стоят две галочки, да? Соответственно, мы берем вот так вот. Раз. Сюда. Раз. И вот такой вот тоже ключ. Советы для продвижения сайта. Мы ставим сюда, да? Бесплатно смотреть советы для продвижения сайта. Тут. Раз. И сюда тоже написали, потому что это пойдет под репостом в Twitter и в Google+. Все. Вот у нас есть заголовок с призывом. Вот у нас есть описание с ключевыми словами, с вхождением. Вот у нас есть теги, метки, которые я подобрал, да? Вот у нас есть размещение во время, в девять часов. Обязательно в плейлист, обложку и пишем сохранить. Все. Думаю, этот ролик был вам полезен и вы, когда уже нажимаете на сам по себе ролик, вот он уже у нас сейчас, он там сохранится, сделает, ну, то есть, будет он, когда выйдет на, на это, как его будет хорошо, у него все и будет очень-очень здорово. Поэтому предлагаю вам использовать этот чек-лист, этот ролик, как образец. Этот ролик будет внизу. Смотрите, исправляйте ошибки на своих каналах, на своих роликах, делайте продающие интересные ролики, делайте успешные каналы. Всего доброго за внимание. Спасибо. До свидания.